В губернаторских выборах станет меньше партийности В губернаторских выборах станет меньше партийности в регионах Готовят поправки для самовыдвиженцев газета «Коммерсант» номер 4 от 14 января 2019 года, СТР 3. В ЗАГСобрание Липецкой области внесен законопроект, предусматривающий возможность самовыдвижения на губернаторских выборах В Рио главы региона Игорь Артамонов до этого говорил, что предпочел бы выдвигаться не от партии В декабре прошлого года возможность самовыдвижения на выборах губернаторов кандидатам предоставили депутаты Санкт-Петербургского и Астраханского ЗАГСобраний О своем желании стать самовыдвиженцем заявлял в Рио главы Сахалина Валерий Лимаренко, а Близберком готов внести на рассмотрение облдумы соответствующие поправки В Единой России обещают помочь самовыдвиженцам от власти со сбором подписей Автором поправок, предусматривающих самовыдвижения на выборах губернатора Липецкой области, пока в регионе на пост главы могут баллотироваться только партийные кандидаты, стал оппозиционный депутат Олег Хамутинников Он не раз заявлял о своем желании принять участие в выборах главы области Согласно поправкам, для регистрации самовыдвиженец должен собрать подписи 0,5% избирателей региона, порядка 5000 человек, а муниципальный фильтр снижается с 7% до 5% В РИА губернатор и экс-вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов в декабре в интервью Липецкой газете заявил «В партиях не состою. Мне больше нравится самовыдвижение» В областном отделении Единой России эту новость тогда восприняли без энтузиазма Глава отделения Павел Путилин призывал твердый знак не торопиться с выводами, поскольку в РИА еще есть время подумать «Выдвижение от партии будет только в плюс. Тут не Приморье», — говорил он Напомним, глава Приморского края Олег Кожемяка, под которого были внесены аналогичные поправки, получил на выборах 61,8% голосов Повторные выборы в регионе проходили 16 декабря 2018 года, после того как итоги второго тура сентябрьских выборов были отменены из-за фальсификации Тогда в РИА губернатора Единорос Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов, а его конкурент-коммунист Андрей Ищенко — 48% Пресс-секретарь Игоря Артамонова Михаил Шершаков сказал твердый знак, что в РИА губернатора пока не определился с форматом своего участия в выборах Инициативу господина Хамутинникова местные единороссы вчера твердый знак не прокомментировали Как Олег Кожемяков выиграл повторные выборы губернатора Приморья и господин Артамонов не единственный в РИА, который высказался в пользу самого движения на выборах «Я хочу, чтобы за меня голосовали и единороссы, и коммунисты, и ЛДПРовцы, а в большей степени простые люди, беспартийные, которые любят свой край Я не хочу делать выборы политизированными Я хочу, чтобы голос отдавали конкретным людям», — говорил в интервью твердый знак в РИА главы Сахалинской области Валерий Лимаренко Сейчас законодательство регионно предусматривает только партийное выдвижение на губернаторский пост Однако Близберком в декабре объявила о готовности внести в Облдуму поправки о самовыдвижении Документ пока не внесен В Санкт-Петербурге соответствующие поправки уже приняты за ксобранием В РИА главы города Александр Беглов подписал их 20 декабря Автором поправок был сам господин Беглов Публично о желании баллотироваться на пост главы города он пока не говорил Однако, как уже сообщал твердый знак, в качестве приоритетного варианта в РИА губернатора рассматривает именно самовыдвижение При этом господин Беглов активно ведет предвыборную кампанию Подконтрольные администрации СМИ широко освещают его деятельность В регионе на Александра Беглова работает сразу несколько команд политтехнологов В частности штаб специалистов, близких к предпринимателю Евгению Пригожину В декабре прошлого года возможность самовыдвижения на губернаторских выборах предусмотрели и депутаты Астраханской облдумы Как рассказали твердый знак несколько источников в региональной власти В РИА главы региона выходец из ВСО Сергей Морозов предпочитает баллотироваться в личном качестве, а не от партии Именно с его пожеланиями были связаны поправки к законодательству Господину Морозову предстоит собрать в свою поддержку подписи 1% избирателей Астраханской области По данным областного избиркома, в регионе зарегистрировано 735,7 тысячи избирателей Почему среди выдвинувшихся в губернаторы на выборах 2018 года не оказалось традиционных кандидатов Отметим, что самовыдвижение предусмотрено в немногих регионах с прямыми губернаторскими выборами Такая возможность есть в Москве, Тульской области В Кировской области законодательство менялось под губернатора, экс-лидера СПС Никиту Белых Который баллотировался в 2014 году После ареста господина Белых в РИА губернатора Игорь Васильев выдвинулся на выборах 2017 года от Единой России В 2018 году возможность самовыдвижения предусмотрели в законодательстве Омской области Справорос Александр Бурков победил на выборах в сентябре Всего в единый день голосования 8 сентября прямые выборы должны пройти в 16 регионах Помимо Сахалина, Санкт-Петербурга, Астраханской и Липецкой областей в РИА губернаторов Назначены еще в четырех регионах Башкирии Радий Хабиров, Курской области, Роман Старовойт, Курганской области, Вадим Шумков, Забайкалье, Александр Осипов Эти главы не упоминали о желании баллотироваться как самовыдвиженцы И в местные законсобрания соответствующие поправки не вносились При этом источник твердый знак, близкий к властям Курской области, сообщил Что господин Старовойт зондирует почву по поводу самовыдвижения, но решения пока нет Лидер курских единоросов Владимир Иванов полагает, что в РИА сделает выбор в пользу партийного выдвижения Думаю, все-таки пойдет от партии Но он сам никаких заявлений не делал Со мной на эту тему пока не говорил Отметим, что такие поправки внесены региональным избиркомом в Заксобрание Челябинской области Которой с 2014 года руководит Борис Дубровский На декабрьском съезде Единой России он вступил в партию власти Заксобрание поправки пока не приняло Как Единая Россия спрячется за самовыдвиженцами на выборах в Мазгардуму Заместитель секретаря Генсовета Единой России Виктор Селиверстов затруднился назвать Сколько в РИА губернаторов, которым предстоит избраться в сентябре 2019 года Пойдет самовыдвиженцами, так как эти решения принимаются не партией По его словам, в каждом конкретном регионе ситуация рассматривается индивидуально А изменения в законодательство можно вносить до мая При этом партия собирается помогать самовыдвиженцам от власти Если региональная конференция решит поддержать кандидата То мы будем помогать со сбором подписей Так как у нас самая широкая сетка А также с мобилизацией электората По словам политтехнолога Петра Быстрова Для протестных регионов выдвижение кандидатов губернаторы не от Единой России принципиально Политик, который баллотируется от партии власти Принимает ответственность за ее непопулярные решения В первую очередь за поддержку пенсионной реформы Этим, конечно, будут пользоваться конкуренты С точки зрения политтехнологии самовыдвижения в таких условиях абсолютно правильно Хуже точно не будет, заявил он твердый знак Эксперт отмечает, что в регионах, где провластный электорат преобладает в Башкирии, Курганской и Курской областях Способ выдвижения кандидатов в губернаторы не так важен Отдел политики